Следующее растение – нимб. Иногда пишут нимба. Вот историческая справка. Современные исследователи, ученые аюрведы, обнаружили на печатях индо-сарасвадской цивилизации форму листочка нимба. То есть когда это еще использовалось. Данный факт подчеркивает важную роль в жизни людей, и играет это растение уже на протяжении последних 5000 лет. Ним, как и манжишта, горькая трава, и, конечно, главное назначение нимба – это баланс питы. Так же точно, как и все горькие травы, обладает кровоостанавливающим, кроверазжижающим действием, балансирует питу печени, используется как противовоспалительное средство. Даже при гриппе, если экстракт не мопить, все будут ощущать эффект. Но есть такой препарат, он называется трешун, туда тоже входят горькие травы. Вот показания все воспалительные процессы. Даже просто температура. Непонятно из-за чего она, вирус или бактерия, и ним, и трешун, куда входит ним, можно применять. Так же, как и все горькие травы, очень осторожно надо использовать для ваты. Очень осторожно. Если есть... Что? Незапонография на все. Конечно. Итак, ним используются листья, кора, семена. Вкус горький и вяжущий. Вилья у ним охлаждающая. Послевкус острый. Уменьшает питу и капху. Балансирует вату, но в больших количествах может увеличивать вату. Поэтому, если вате надо дать горькую траву, лучше давать ее в масле. Есть у нас такой препарат, он называется махатиктогритам, или просто тиктогритам. Тиктогритам – это горечи, сваренные в масле. Такое горькое масло не будет увеличивать вату, потому что масло против сухости. Ну и в то же время, травы, сваренные в этом масле горькие, будут балансировать питу. Сильнейшее кровоочищающее действие, жаропонижающее действие. Заживляет язвы. Сгущает стул. Ну вот здесь надо сказать, что такой синдром раздраженного кишечника, или попросту частые поносы у людей, это всегда признак питы. Не ваты, а питы. И есть люди очень сильно страдают от этого. Горький вкус, он что будет делать? Он будет, прежде всего, балансировать питу. А для того, чтобы вата не увеличивалась, можно это давать в масле.